здравствуйте мои маленькие вредные дрещавые говнюки вот снова я с вами я сейчас короче буду кушать и у меня бля сегодня ресницы не накрасил извините вот и короче это сегодня будет другой другой вариант питания знаете почему потому что кура кончилась так бы опять была кура но она закончилась гр-растан стоит 6000 рублей за флакон 45 единиц вот поэтому сегодня будет говядина не они никакие не пельмени пацаны все лишнее уже убрал все убрано лишнее сейчас просто будет говядинка будет дав говядинка с рисом и так в принципе весь день вот утром уже были яйца с овсянкой а в промежутках как обычно будет творог с йогуртом вот сегодня вечером не люблю гречку редко ем и сегодня вечером будет у меня тренировочка заднего бедра вот говядинка тушеная до индейку иногда с курицы чередую это можно да вот салат с руколой с руколой с помидорчиками чакар еще вам покажу тут это вы хотели увидеть что там у меня по жиру смотрите внимательно но вы перестаньте комменты писать я вам тут себя показываю а вам не видно нихуя не знаю чего вы там не видите мне кажется нихуя кто там волновался за наличие талии сейчас я втяну живот и вы посмотрите внимательно ну вот такие дела ребята поэтому поэтому кто волновался те в общем-то делали это зря трусы не немалые вроде нормально трусы стал суша стал жестче стал больше но я я честно скажу в основном у меня идет растам иногда я разбавляю его хайгетом просто чтобы немножечко это было более рационально по ценообразованию ну вот бмв м5 ебанат я не знаю такую марку вот в грудных я прибавил да это точно ну вот в общем все что я вам говорила но так и есть как вы уже поняли особенно так то сильно я не пизжу ну вот были бы еще отдохнувшие мышцы но отдыхать они будут на отдыхе хуй маленькие у меня да ну я думаю что в рот то нормально залезет тем кто много пиздит так на чем мы с вами остановились на том что я сейчас буду кушать вот форму вам я свою показал хочется немножко рассказать сейчас звонил вишневский волнуется спрашивает ведь валер как форма когда приедешь посмотреть ну смысле показать чтобы он посмотрел спасибо пацаны игры александр пиковая форма была говорю вчера вечером он не понял что за прикол а сегодня говорит что такое игра сегодня уже не пиковая потому что я лег спать говорю в 4 часа утра он где то почему я говорю а мне мозг выносили он говорит валера у тебя арнольд классика тебе мозг выносит я говорю александр я с вами полностью согласен вот такие вот пацаны дела ну что сказать в итоге получилось так что я сейчас стою обычно по утрам в 9 часов а сегодня блять я встал в час дня час дня понимаете да то есть блять один прием пищи блять я вынужденно пропустил я конечно все это наем вот но тем не менее как бы это очень блять все раздражает меня не давалишь все кто сдает экзамены вместе с моим перископом всегда сдают экзамены хорошо хайгет стоит 80 долларов за пачку оплата будет идти у тебя в рублях по курсу альфа банки на день оплаты вообще хотелось бы немножко изменить рынок я думаю что так и будет ближайшее время объясню о чем я вы привыкли к тому что вы привыкли к тому что сейчас на рынке продается в основном китайский гормон ну например хагет ансамон какой-нибудь говняный кинг тропин блять ну и прочее всякое нормально или не очень блять или совсем говно качество гормон роста до который либо содержит гормон роста все-таки но блять не такого высокого качества как это должно быть либо не содержит нахуй вообще баночку чего продать не понял ну вот спасибо так вот растана на рынке как такового нет вообще и не было почему потому что это аптечный гормон и возможности вывести его на рынок ну значит сочи просто фарбоде еще не пришли там нет представителей у них ну вот и возможности выйти на серый рынок у растана просто не было почему потому что все очень просто на самом деле потому что там очень строгий отпуск его и его в принципе невозможно взять леваком все партии расписаны все идет под аптеки все производство все посчитано ну значит становитесь представителями ребят ну вот рассказываю дальше у меня есть особые условия непосредственно с производителем поэтому я могу вам продавать его сам немножко при этом зарабатывая не так конечно как на китайских гормонов но тем не менее но в отличие от всего остального спасибо я понимаю что продавая вам растан я продаю вам то что ставлю сам в основном и абсолютно уверен в качестве того что я вам продаю поэтому если вы уже юзали различного всякого китайского гормона я вам рекомендую возьмите растан и просто в два раза меньше дозировку попробуйте себе проставить растан будет стоить дороже да это факт потому что это настоящий качественный аптечный гормон это просто надо почувствовать это блять объяснить честно стг что там что там тебе покажет высокий я же ставлю тоже это это хайгет рабочий просто это разный уровень ребят разный уровень блять вот и все у меня есть и то и другое кому нужно могут заказывать хайгет кто хочет может пробовать растан я просто вам говорю о чем пробовали хайгет возьмите на пробу флакон или два флакона растана вы блять но через 3-4 дня почувствуете как он работает и вам будет что с чем сравнивать а дальше соответственно все очень просто по деньгам получится одинаково если вы ставили хайгета 10 единиц растана просто ставьте 5 если вы ставили хайгета 20 единиц растана ставьте 10 и дело в том что на минимальной дозировке вы все равно будете его чувствовать поэтому от того что вы купите флакон растана за 6 тысяч рублей у меня который будет стоить получается в два раза ну если пересчитывать сравнивать на единиц дороже чем хайгет но вы его и ставить будете в два раза меньше по количеству единиц в день поэтому по деньгам вы ничего не просрете но у вас будет возможность сравнить тот этот гормон а потом вы просто будете выбирать захотите закажите хайгет у меня не захотите до пятерки хватит для начала захотите будете пробовать соответственно и хуячить растам у меня есть и то и то я это почему я хочу блять просто сделать так чтобы на рынке у вас была возможность блять покупать и аптечный гормон тоже и для того чтобы у вас была возможность сравнивать потому что чем больше нет шавкун ты не прав потому что на данный момент блять на рынке в основном только кида в украину отправляем тоже заказ в москву за два дня дойдет но поскольку все могут ставить китайский и есть разные люди которые вы из китая тащат соответственно уровень конкуренции высокий и соответственно качество гормона разное у одного человека можете купить хайгет а там будет вместо хайгета говно в такой же упаковке в вк заказывать у меня в личке вот можете блять например купить хайгет у меня и там будет в натуре гормон роста нормальный гормон роста ну вот поэтому там раз на раз не приходится блять в одном месте купите будет хороший другом месте купите будет говно. Арастан только через меня, его просто по-другому вообще никак не купить, кроме как в аптеке. Но в аптеке бонс будет стоить от 10 до 14 тысяч рублей за флакон. В разных аптеках по-разному. За 45 единиц. Да, Шавкун, это так. А у меня соответственно, блядь, 6 тысяч рублей розничная цена гормона. Но я отвечаю вам за то, что это аптечный гормон и, блядь, отвечаю вам за то, что СТГ покажет все как надо и то, что вы почувствуете и вы поймете, что это реально гормон, а нихуя знает, что пептидка, блядь, или еще какая-нибудь поебень, которая туда запихана. Просто хотя бы, когда вы возьмете в руку упаковку, вы по упаковке поймете. Хинкали норм, можно поесть в бричмуле, мне нравится. Открытый флакон, у меня в холодильнике лежит сколько? Мне... Ну я, правда, единиц больше колю, у меня он по 2 дня лежит. Ну вот. А так да хоть неделю, хоть две. Ну вот. Соответственно сдадите анализы, все увидите. Во всем убедитесь. Все почувствуете. Лаврентий, все правильно, потому что я же говорю, я заинтересован в том, чтобы продавать вам рабочие вещи. Не рабочую вещь можно продать один раз, второй раз ее уже просто никто не купит, нахуя, если будут знать, что там говно. Если я продаю то, что действительно хорошего качества. Ну это глупый вопрос. Стоит фарму использовать или нет. Зависит от того, какие цели. Ко мне вчера в зале два раза подошли, и два раза меня спросили, а так как вы, можно накачаться своими силами? Я говорю, а я что, чужими накачался, что ли? ГР нет, не фарма. Ну, Лаврентий, я тебе честно скажу, я могу и один флакон тебе отправить на пробу, мне не жалко. А вообще, на курс нужно 7 флаконов. То есть, 7 на 6, 42 тысячи. Но это для того, чтобы полноценно проставиться. Одного флакона вам хватит на 9 дней. Умножаете 9 дней на 7 флаконов. 9 на 7, на 63 дня. То есть, курс ваш будет 2 месяца. Вот на 2 месяца вы потратите 42 тысячи. То есть, у вас гормон будет стоить где-то 20-ка в месяц. Но я еще раз говорю, это аптечный, блядь, это настоящий гормон. Вы почувствуете то, что вы должны чувствовать, когда используете гормон роста. Будет с чем сравнивать просто потом, понимаете? Я со спины на охранника магазина был похож. Ну, ты бы подошел и сказал, здравствуйте, дяденька охранник, можно с вами сфотографироваться? Так что так, пацаны. ГР в соло... Ну, как тебе сказать, только если задача связки подлечить. Расти соло на ГР ты не будешь. Хлесткость? Не знаю, уже откуда-то не знаю, не проверял. Не хочу даже проверять. С чем совместим гормон? В смысле, с чем угодно, даже с аспирином. Я уже говорил, рис с говядинкой. Честно, Лаврентий, нет. Да, может, эти анализы ничего не дают. Нет, не общаюсь с кирином. Почему не дают? Ну, потому что, знаешь, это, как сказать, еще не придумает такой анализ, который бы отобразил всю ситуацию, как есть в этом плане. Можно сдать, можно не сдавать. Ребята, если я не отвечаю на какие-то ваши вопросы, нет смысла писать их по три раза. Значит, я просто не хочу это обсуждать нигде. Вот и все. Некультурно с набитым ртом разговаривать, я знаю. Но я и не заявлял, что я очень культурная личность. Да, Серега, буду, но по времени пока не сориентирую. Я ДР принимаю со всем вместе. Ты забыл написать, Валерий Живухин, культурное лицо в Санкт-Петербурге. Говядину с рисом тоже захотел. Шавкун, ты какой-то дерзкий сегодня. Просто злодей, блядь. Да, я знаю, что Колман овощи не ел. Я смотрел-то. Я понял, понял. Ну, ладно вам, и лицо, и пузо, и жопа, ну, перестаньте. А то, что тебе пресс вводит, поверьте, не один такой. У меня ко второму подходу, это, блядь, просто такие судороги в прессе. Постоянно. Такая мышца. Нет, не один такой. На тренировке ног хочется зевать, я уже говорил, это нормально. Это дефицит кислорода. Мышцы требуют больше. Если член сводила бы, во время чего? Во время тренировки пресса? Ну, вопрос. Это ты подсох, или это ты мясо так растерял? Значит, ты мясо растерял. Значит, слишком резко угли убрал неправильно. Уровень кислорода, как повысить, очень просто. Открыть окно. Конечно, будет работать с устом. Не, я на полном серьезе про открыть окно, кстати, я не шучу. Мы так и делаем у Алексеева. Не за что. Принеси ручку с собой и открой все равно. Пожалуйста. Кстати, давайте, короче, спасибо большое. Давайте обсудим, короче, прикольную тему вчерашнего. Не против? Я сейчас подниму, как обычно, знаете, что-нибудь очень злободневное. Ну, вот. Я рис без специй, обычно рис с солью и все. Короче, пацаны, рассказываю. Вчера в группе... Так, ну, слушайте, не перебивайте. Все, давайте я сейчас расскажу. Значит, на вопросы я уже поотвечал. Болерону слова. Значит, вчера в группе я выложил скриншот, где один из моих постоянных посетителей Перископа пишет мне в личку и говорит, Валера, брат, ты, говорит, это, подскажи мне, у меня гина, что мне делать? Я ему говорю, а на стразово добавь. В принципе, на этом бесплатные мои советы ему закончились. Но он подумал, что нет. И говорит, а какая дозировка? А что? А как? А я ему говорю, и говорит, брат, ну скажи. А я ему говорю, брат, я скажу тебе за 3000 рублей. А он мне отвечает, говорит, Валера, я все деньги на грудки трачу. А я говорю, а ты как в магазин пойдешь грудки покупать? Ты, говорю, скажи, что все деньги на консультации потратил. Заскринил это все дело и выложил в группу. Я не думал, что будет такой Будапешт у людей. Начали писать, что я гондон. Начали писать, что во мне нет ничего человеческого. Начали писать, что я зазнался. Начали писать, что людское должно быть всегда. Начали говорить, что вот будешь ты лежать, тебе никто руку не подаст. Попросит, говорит, сотку. Что такое? На что я ответил, говорю, Ребят, а вы это, когда машину чинить едете в автосервис, вы в автосервисе тоже говорите, а что вам, просто так не починить мне машину? Людское же у вас должно быть хоть что-то. Нихуя. Я ему говорю, Ребят, а когда кварплату платить будете, вы тоже будете приходить в Петроэлектросбыт и говорить, ну людское-то должно быть что-то. Вам что, просто так мне свет не дать? А? Или может быть, вам что, просто так мне воду не провести, что ли? Вам жалко воды, а людское в вас есть или нет? Блядь, я просто охуел от тупости. Причем, когда я заходил на аккаунты тех людей, которые писали мне про то, что должно быть людское, и я должен всем раздавать советы бесплатно, хотя это мой хлеб в том числе, да? Я видел, что людям 23 года, там, 24 года. У меня невольно, блядь, сформировалось такое мнение интересное, что чем больше студота получает денег от родителей, тем больше, блядь, она за людское. Но почему-то вся эта студота хочет купить себе дорогую машину. Почему-то эта студота хочет, блядь, трахаться с прикольными телками. Но почему-то эта студота забывает, что этих телок нужно вводить в кафе. А почему они в кафе не говорят, когда расплачиваются за этих телок, блядь, показывая, какие они охуенные, блядь. Не говорят, а что вам за людское, я привел сюда девушку покормить, а? А девушка такая смотрит на него, говорит, ну ты, сука, и дебил. Он говорит, да я за людское, детка, я за людское. Ну вот. Или, знаете, приходит он покупать себе машину, и у него только, блядь, накопилось 3000 рублей, а машина стоит полтора миллиона. Он говорит, блядь, ну вам что, просто так мне машину не дать? У вас что, вообще людского нет, суки, бля? Я представляю, как бы на него посмотрели в автосалоне, блядь, и позвали бы охрану, и сказали, слышите, уберите отсюда этого уебка, блядь. Ну, не знаю, я, конечно, в ахуе, если честно, просто, блядь, вообще, такое ощущение, что почему-то советы, блядь, которые я на собственном опыте все наработал, я должен раздавать людям, сука, бесплатно. Но почему-то эти, блядь, люди совершенно ничего бесплатно не хотят делать для меня. Ну, например, блядь, мне бы неплохо было, чтобы меня свозили, например, там, до такой-то станции метро, чтобы я там встретился с таким-то человеком, потом отвезли туда-то, потом сводили меня в кафе и покормили, и потом довезли домой. Что-то они не предлагают мне такой бартер. Они просто хотят, чтобы я сказал им, блядь, сколько и чего им выпить, как им покачаться, блядь. Сука, как им питаться, нахуй, как уколоться, но при этом сами они для меня ничего делать не будут, они просто скажут, спасибо, Валерон, брат. В итоге, короче, я просто, если честно, нихуя понять не могу, блядь, что у людей в мозгах, блядь, кто туда так сильно сытым постоянно. Моя позиция очень простая. Когда у тебя на шее никто не висит, и ты, блядь, один, и кормит тебя только мама с папой, можно дохуя пиздеть про людское, про то, что что тебе впадло, а то тебе потом никто руку не подаст и все такое. А когда тебе надо будет кормить, одевать, обувать, за всякие там курсы платить, за ребенка, там, жене денег дать, да, и прочее, и прочее. Родителям помочь. Купить себе гормона, блядь, на 140 тысяч в месяц. Купить себе формача, косарей на 40 в месяц. Покупать себе в магазины еды еще тысяч на 40 в месяц. Просто потому, что ты хочешь получить карту профессионала, и ты хочешь выступать успешно среди профессионалов. На фразы а-ля ты что зазвездился, тебе что впадлу просто так посоветовать, хочется сказать одно, иди нахуй. Просто, блядь, иди нахуй. Вы уж извините меня за откровенность, но если честно, что-то бомбануло просто, бомбануло пиздец. Я представляю, если бы я бесплатно всем все делал, раздавал. Приходите, ребята, у меня спортпит бесплатный, забирайте ебаный в рот. Подумаешь, я на него 3 миллиона рублей потратил. Все для вас, приходите, забирайте, мне не надо денег, я для вас его купил. Ребята, пишите мне в личку, я вам консультации буду раздавать с утра до вечера, просто так. Мне больше нехуй делать, как сидеть у компьютера и всех вас консультировать, блядь. Ребята, вам нужен гормон роста, говно вопрос, сейчас возьму, соберу упаковочку, отправлю вам все, денег не надо, я вам, блядь, за людское. Охуеть. Я вообще пиздец завелся. Вообще, знаете, к какому выводу я пришел? люди, которые хотят что-то на халяву, это люди, у которых нет мотивации. А знаете, что это значит? Если человек просит у тебя бесплатную консультацию, это значит, он никогда не накачается. Объяснить, почему? Хотите, объясню. Очень просто, сейчас вам разложу по палочкам все. Если человек не готов вкладываться в себя, это значит, что он и не будет работать над собой. Сегодня он запросит совет на халяву, завтра он проебет тренировку, а послезавтра он захочет фармача на халяву, потому что денег у него нет. На выходе он не будет знать никак качаться, он не будет ходить на эти тренировки, он не будет тем, чем нужно и как нужно колоться, он будет постоянно проебываться по еде. Он никогда не накачается, у него нет мотивации, он не хочет вкладываться в себя. вот и все. Знаете, что еще прикольно? Ко мне вчера два человека за одну тренировку подошли с одним и тем же вопросом. я вчера ближе к концу тренировки разделся и позировал, но я сейчас в конце каждой тренировки раздеваюсь и позирую, это как бы уже мне просто это уже нужно, потому что к соревнованиям это все дело идет. Ну, они, естественно, увидели меня без футболки. Корция большая, у меня всегда целая тарелка с горкой, я много ем. Да, он говорит, знаете, Валерий, вот мы смотрим на вас и говорит, блядь, ну вы просто нереальный, просто, ну пиздец, вы такой охуенный. Ну, как бы, я говорю, спасибо, ребят, очень приятно, спасибо, и собираюсь делать подход, а они нет. Валерий, ну вы вот скажите, ну вот можно накачаться так, как вы? Блядь, ну как бы, мне не хочется их расстраивать, но я понимаю, что этот диалог начинает затягиваться, я говорю, ребят, честно, нет. Вижу, ребята под расстройством, я говорю, вы не расстраивайтесь, пацаны, в этом ничего удивительного нет, потому что я, говорю, потратил на это, говорю, уже 15 лет своей жизни, я трачу на это, говорю, с утра до вечера, блядь, весь свой режим, все свое время, и еще, говорю, все деньги. Вы так сможете? Они такие стоят, блядь, я говорю, ну вот и ответ, ну вот, а они мне, до какого уровня можно накачаться? Нет, ну, а можно накачаться, вот, ну просто, чтобы, вот, своими силами, я говорю, блядь, я что, не своими силами качаюсь? Ну, вы, наверное, используете какие-то вещи? Я говорю, использую. А можно вот так, чтобы много не использовать? Я говорю, попробуйте. Ой, блядь, своими силами, ребят, понимаете? За меня кто-то другой качается. Просто, ну, кто-то другой приходит за меня, качается, за меня ест, за меня колется, за меня спит. А я, а я хожу, блядь, тусю, колбасю, еду проебываю, тренировки проебываю, а когда прихожу на тренировки, беру пустой гриф и с ним немножко там, туда-сюда-сюда-туда. Блядь, просто на самом деле, на самом деле, как вам объяснить? Мало кто видит просто, как я тренируюсь. Но почему-то те, кто видит, как я тренируюсь, блядь, так не тренируются, как я. А в этом-то, в принципе, 50% того, что происходит на самом деле. Никто не хочет въебывать. Все хотят, чтобы все происходило само. Никто не хочет поднимать слишком тяжело. Я их не нашугал. Я, между прочим, очень много времени потратил вчера, объясняя им, что и как. Я объяснял им пример, что нельзя, блядь, неправильно питаться. Я объяснял им пример, что нельзя проебываться. Ребята, вы меня не знаете, реально. Вы думаете, что я какой-то злодей, блядь, и что я какой-то лицемерный гондон. Лицемерные гондоны это те, как правило, которые пытаются себя показать очень хорошими. Это видно у вас просто жизненного опыта. Нету нихуя. И вы когда видите, это, знаете, от Медведев, когда сказал в видео, денег нет, блядь, нету денег сейчас, понимаете? И люди охуели, когда услышали правду. Они говорят, как это, блядь, нет денег. А если бы он в глаза ссал, да-да-да-да, мы сделаем, мы сделаем, мы все, блядь, сделаем, вы только подождите. Все бы сказали, а, ну ладно, ну и ждали бы лет 10, да? Здесь то же самое, блядь. Если человек вам все время с экрана улыбается и говорит, да, и, блядь, и всех вас хвалит, блядь, и никого из вас нахуй не посылает, и никогда не банит, и, и, блядь, весь такой, да ему насрано, блядь, на вас. Неужели непонятно, блядь? Вы для него просто, блядь, количество подписчиков, а я баню посылаю нахуй, блядь, говорю, что мне не нравится. Почему, блядь? Потому что меня не интересует, блядь, у меня 73 тысячи подписчиков на канале или 73 тысячи 500, блядь. Я не стремлюсь набить себе подписчиками, блядь, YouTube канал и с этого рубить бабки. У меня не для этого, у меня это для общения с вами. Так же, как мой перископ. Видите, сейчас 46 человек в онлайне. И я общаюсь с вами, отвечаю на ваши вопросы. Потому что я пытаюсь это использовать как средство общения, а не как средство, блядь, продвижения. У меня есть средство продвижения, блядь, там 400 тысяч человек. Так там у ебанов сидит столько тысяч, столько, блядь. Там невозможно что-то писать. Ты что-нибудь напишешь, тебя обосрут с ног до головы. Потому что это работа на количество. Есть работа на количество, а есть работа на качество. Вот и все. Поэтому, если, блядь, я говорю, что кто-то мне не нравится, блядь, значит, он мне не нравится, блядь. А все остальные будут говорить, да нет, этот хороший, тот хороший, все такие хорошие, все такие молодцы. Не, кортизол, одет, тустосон. Все норм, я сейчас еще немножечко загружу риса с говядиной. Не, аппетит не пропадет. Тут штука такая, пацаны, если надо жрать, я жру. Есть аппетит, нету аппетита, я просто сижу и жру. Как вам, кстати, история с исключением Абрамова и Гончарова из Федерации? Спасибо. Да я потому что говорю очень много, почему не скончаемая тарелка? Вы же когда едите, вы молчите, а я с вами разговариваю. Меня история порадовала, я вам честно скажу. Просто я про эту историю знаю намного больше, чем вы. И нет, там порнуха ни при чем. И как сказать, и уже давно вся эта тема поднималась, и привет Барнаул. И все давно уже хотели, блядь, если честно, их исключить, но очень долго, блядь, до этого дела не доходило. Потому что мне-то эту ситуацию рассказывали еще, ну будем говорить так, где-то месяц назад. Еще нигде об этом в интернете не писалось, когда уже это все поднялось, и уже было четкое намерение это сделать. Но я думал, до этого не дойдет. И тут, блядь, читаю, исключены. Нет, они заявление не писали. Заявление написал Тимошенко. Потому что Шавкун меня попросили этой инфо с пацанами не делиться. За что, за что? Очень просто. Потому что на руколу ем. Да, она тебе на видео что хочешь расскажет. Короче, потому что они организовали своих фитнес-школ и фитнес-академий. Потом туда девки шли. Они, естественно, везде в пиджаках судейских. И девкам на уши. Аля, мы с вас сделаем звезд, мы вас продвинем, вы станете известными бикинистками. А девки, блядь, лавэ максают и максают. Лавэ текут, блядь. Все заебись. Соревнования, да нет проблем, сейчас подтянем девулик повыше немножечко по протоколам. Вот и все дела, блядь. А федерация с этого главной нихуя, все в обход федерации, блядь. Вот так вот. Неправильно. Так нельзя. По уставу федерации так не положено. Любые коммерческие действия должны, блядь, согласовываться. Ну, это правильно, так. Но это все равно, что вы в организации работаете, например, да, и в этой же организации, блядь, мимо этой организации клиентов ведете, например, да, организация хуй сосет. Не, Стас, ни разу, я даже не знаю, что это такое. Да не, надо было давно пресечь, на самом деле, я не знаю, что так долго тянули. Ну, видимо, думали, надо, не надо, стоит, не стоит. Пресекли, я считаю, правильно. Я вот тоже не знаю, что такое индол. Стас, что-то такое сказал, и всем стало интересно. Стас, колись, что такое индол? попахивает какой-то наркотой по названию. Шавкун, блядь, какие тайские? У меня Арнольд Классик, блядь, впереди. Какие тайские? Над дыханием, ага, работаю. Стараюсь дышать и не дышать. И снова дышать. Это нормально, что после подхода на тренировке ног кружится голова. Встать немножечко, постоять, подышать, все пройдет. Почему квартира? Это квартира родителей. Вакуум делаю, да? Правильно, Стас. Хорошо. Буду глубоко дышать. Ага, не дышать. Ну, ничего, не дышать. Поехали. Все расстояние, Что? Не дышать. Как? 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 kit, Продолжение следует... Я учился в 555-й школе. Нет, я с тарелки ел. Я все съел. Я все съел. Сейчас кока-колой запью, пацаны. Чтоб быстрее переварилось. Кушай, кушай. Не, мне нравится кола. Я иногда ее люблю попить. А, кстати, сейчас прикол расскажу. Вчера, короче, в зале тренируюсь. У меня больше, чем полкило сложных. Подходят пацаны у нас там лифтеры. Ну, такие здоровые лифтеры. Ну, категории больше 100. Подходят такие... Валера, у нас тут друзья приехали на какой-то турнир. Белые ночи или как называется, я хуй его знаю. Говорит, блядь, мы им сказали, что ты здесь тренируешься. Хотят с тобой сфоткаться, говорит. Я говорю, да без проблем, конечно, пусть подходят, давай. Я говорю, сейчас приведу их, ладно, сфоткаться. Я говорю, да приводи, без проблем. Ну, смотри, он идет. Другана своего ведет, короче, спасибо. Другана своего ведет. Вот тут такой в этой футболке, ну, инзер. Ну, они же лифтеры, все дела. Спасибо, спасибо. Ну, вот. Подходит там, меня так-то зовут. Можно сфоткаться? Я говорю, да, конечно, можно. Ну, вот. Ну, и он подходит такой, мы фоткаемся, короче. Я говорю, ну, покажи хоть фотку-то нормально получилось, нет? Он такую фотку открывает на телефоне. Ну, он сам такой крепенький, здоровый. Смотрит такой на фотку и такой, еб твою мать, какой же я задрот. Блять, так посмеялись, конечно. Он говорит, ну, зато, говорит, у меня голова больше. Я говорю, ну, хоть что-то. Вот так вот. Фрукты ем. Почему фрукты ем? Я бананы в основном. Иногда яблочки или груши. Это я люблю. На Россию, ну, я думаю, что да. Просто первый в списке жарный. Классик. Вообще прикольно. Я просто не знал, что это... Что даже лифтеры некоторые меня смотрят. Прикольно. Кола? Да вообще, да. Много главное не пить, потому что это, конечно, не охуенно полезно. А так иногда, когда что-нибудь очень тяжелое съел, кола заебись. Да, кстати, я не знаю, видно вам, не видно. Видали на бицульке волокна, как бегают? Видно, пацаны, нет? Так что я не жирный. Вольники смотрят. Борцухи тоже меня смотрят. Нихуя себе. Прикольно. 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 Банка, давай, молокна. Миронов жирней меня хоть и дрищет. Ну, так... Не надо так говорить. Пускай все думают, что он меня здоровее. Все же сказали, Серега, тебе надо в тяжи там всех рвать вообще. Прикольно, да? Нормально. На сцене увидите. Ну, да, у нас есть один парень, который в тяжах должен был всех порвать. И он, кстати, даже не из мэнс-физиков, он из классиков переходил. Гостюнин фамилия. Но что-то не порвал. К сожалению, никого не порвал. Но очень хотел. Что я какой-то железо. Беленый? Может, больной? Что, у меня ноги отстают? Не, ну он эксперт, ему видней. Нет, ребят, ноги у меня не отстают уже давно. Но, как бы не вышло, чтобы они доминировали, блядь. Вот так. У меня все ровненько. Все четко. Да, каждый день. Поели теперь, можно и поспать, да? У меня, да, еще у меня дельты отстают. Трапеция, спина. Верхние губы, а, блядь. Спина стала глубже, глубже, более мясная она стала. Да увидите, ребят. Величко пока в пролиге, честно, не оцениваю никак. Не знаю, надо смотреть. Тут трудно сказать, пока не увидишь. До тренировки, за сколько кушу? За час, наверное, где-то. Можно делать кардио после тренинги. 20 минут не так много, можно, да? Только не после каждой. Раза три в неделю тебе будет достаточно. Да ты заебешься так. Каждый день вот это вот делать отдельно по 40 минут. Делай после тренировки. У меня 42-43 в зависимости от того, ну, блядь, какая модель. У меня подъем просто высокий. Где? Я люблю делать кардио по улице. Я хожу просто. Я сейчас стараюсь просто много ходить и все. Ой. Я их вообще не использую. троксивозином на мою жопу. Ну, делай, я же говорю. Попробуй по делу по стренировкам. В сисяндрах тоже и рис, и куриная грудка, да. В смысле экономлю шавку. Чего экономлю? Нет, мне просто нравится так. Причем я чувствую, у меня разгоняет это. Бородатых друзей? Нет, не видел. А где бы я их видел? Синтол в бровях. Да вроде нет. Не такие большие брови. У Юлии Ушаковой брови явно больше, чем у меня. Сейчас не использую вообще предтренок. Вообще. А, ты их видел? Где видел? Ди-я-чей ни разу не пробовал. Я к синтолу отношусь. Я угораю над теми, кто его ставит. Не, мне не надоедает однотипность. Часа полтора. Спасибо. Давай, приятного аппетита. В центре галереи охуеть просто. Ну, ставил и хорошо. Я даже вижу, куда он его ставил. В руки он его ставил. В дельты он его ставил. С пацаном ничего не случилось. Почему принял решение не принимать предтрены? Потому что после них отходняк сильный. Это, блядь, надо работать на своих ресурсах. Я имею в виду психических. Не знаю, я в кроссовках тренируюсь, с жесткой подошвы, да и все. Не знаю, ну мне не нравится, блядь. Я не юзаю предтрены. Я же говорю, я перепробовал много, блядь. Я не чувствую в них необходимости вообще. Зачем? Ну, Стас, я так далеко не думаю. Конечно, в идеале хотелось бы, но, блядь, я сейчас даже об этом не думаю. Столько, блядь, головников и всякой хуйни, что, блядь, об этом даже как бы и подумать не получается. Хочется? Хочется, да. Не, Шавку, не поеду. Это точно. Но Крым наш. Это главное. Ничего не принимаю, переваривается сама. Взять вас с собой и устроить там тайские каникулы, да? Да не, ребят, нахуй надо ехать в какой-то российский этот, я и не собираюсь. Блины будете таскать? Ну, блядь, без этого и никак и нельзя. Я сам блины не вешаю. Должны быть рабы обязательно. Вы что, конечно. Конечно, будете вешать блины. И снимать будете тоже. Нет, со шпаком точно не поеду. Опасно. Вдруг юбку на меня оденет. Наш отдых. Да, блядь, это было так давно, что я даже не помню. Просто нахуй нужен и все. Да, верю, потому что я сам столько же съедал, когда бы на безуглеводке был. Жрать-то хочется. Привет, Саня, чай на ку передаю. Модницы, да, пока не готов. Не готов. Из одежды я, блядь, люблю только кроссовки и спортивные прикольные всякие шмотки. Больше мне ничего не интересно. Из одежды. Часы нет, не ношу, потому что говно носить не хочется, а то, что мне нравится, стоит больше миллиона рублей. Вот и все. Да, я тебе так скажу, какой у меня размер, ничего тяжелого на самом деле, все лезет. Футболки у меня либо 2XL, либо 3XL, а ноги у меня, ну, жопа и все такое. XL, либо даже L, ну, смотря какая модель просто. Самое крутое Under Armour, а так мне нравятся Nike и Reebok. Я думаю, и то, и то вредно. Не надо вообще ничем увлекаться из вредного. Как сказала мне врач, когда меня смотрела, говорит, молодой человек, от того, что вы не пьете и не курите, говорит, блядь, лучше не становится, говорит. Вы столько всякого, говорит, в себя вкалываете, что еще неизвестно, блядь, что лучше. Бухать, говорит, блядь, или использовать то, что вы используете. Она права. Поэтому зачем же усугублять-то? Я и так столько всего говняного, блядь, вхуяриваю, что пиздец. Про лосины ответить? А что про лосины? Я, блядь, видел охуенные лосины, если честно. И я бы себе их прикупил, но моих размеров просто не было. Они бы на меня не налезли вообще никак просто. Заебись, да? Нет, не одеваю. Для пампа посоветую высокое количество повторений. Не, сейчас есть очень красивые лосины. Пасад, я тебе честно скажу, у вас просто очень много комплексов. У меня есть канал на ютюбе. Реально, просто вы очень сильно комплексуете. Комплексуете в силу своего телосложения. Вам вот кажется, например, что у вас там ноги еще недостаточно большие? Или что у вас там плечи недостаточно большие? Или руки недостаточно большие? Поэтому какую-то одежду начинаете называть пидорской? Там, знаете, а-ля лосины, это, блядь, пидорская одежда. Да не пидорская одежда. Нормально это, удобно, блядь. Это, ну, в лосинах, тем более, это же термо. Поэтому, как бы, они еще, получается, будут, как тебе сказать, они еще, ну, будут, блядь, прогревать тебя, да, а значит, меньше риска потянуть себе что-нибудь и так далее. Да и плюс у них удобно, они же тянутся, блядь, как хочешь, так и делай. Так что, блядь, ну, да не страдайте хуйней. Другой вопрос, что модель просто найти сложную, чтобы она нравилась, реально нравилась. Да, вот, вот, я таких моделей, я увидел только у Андер Армора такую модель, не знаю, вот, я закажу себе, потому что я уже через Андер Армор заказывал себе одежду, костюм заказывал, футболку заказывал, ну, может, лосины себе закажу. Да, для приседа я считаю это охуенно. Просто да, и я понимаю, что, блядь, на моих ногах. Да, Кадзоев, блядь, он раньше, я просто Кадзоева очень давно знаю, я вам честно скажу, блядь, были времена, когда Кадзоев говорил, что одевать шорты, обычные шорты, это пидорская тема. Потом прошло пять лет, и Кадзоев стал в шортах сам качаться. Поэтому, знаете, мнения меняются у людей. Так вот, про лосины, просто, блядь, когда реально большие ноги у человека, блядь, понятно, что, если, блядь, я одену лосины и приду в зал в лосинах, ну, как бы, блядь, мимо меня люди уже не могут пройти спокойно. Они начинают разглядывать меня, а я не кайфую от этого просто, если честно. Я не люблю, когда на меня очень пристально и внимательно смотрят. Ну, некомфортно становится. Особенно, когда упражнения выполняешь, и тебя, блядь, разглядывают в этот момент. Я боюсь, что дочины с пушапом на жопе порвутся на мне на первом же подходе просто. Ну, вот. Там пушап только для Машкиной жопы, для моей не подойдет. Ну, вот. Так что, наверное, вот это, да, это причина. Мне просто не хочется, чтобы меня так пристально разглядывали все. Да, в Рибаке я купил себе, да, штаны. Но это не лосина, это просто спортивные штаны. Ну, так вот, да, Святослав, видишь, ты понял, о чем я говорю. То есть, как тебе сказать, я не знаю, блядь, как вам объяснить. То есть, я понимаю сейчас, что если я, блядь, ну, полураздетый, да, или, блядь, если я раздеваюсь, то люди уже, как бы, блядь, для них это, нахуй, как бы, что-то такое, блядь, что вообще пиздец. И, то есть, они, блядь, уже там с других концов зала, блядь, уже я вижу, что, нахуй, меня рассматривают. Там уже движение останавливается, да, и, как бы, блядь, начинают пристально смотреть на то, что там я позирую, как, да, и все вот это. Ну, это, это не очень, если честно. Понятно, что есть, когда вот, когда на тебя смотрят восторженно, да, это одно. А когда тебя разглядывают, реально, вот, просто разглядывают, типа, да ну, нахуй, нихуя себе, да. Там некоторые люди, мимо меня, вот, я видел, проходят, например, в магазине, да, там молодые ребята. У них, знаете, какая реакция? Они мимо проходят, а потом у них начинается смех. Они что-то говорят, у них начинается смех. Только это не тот смех, типа, фу, блядь, что за хуйня, ааа, какая жирная телка, да. А у них начинается смех такой, истерический, нервный, блядь. То есть, они в ахуе в полном, блядь, от того, что они видят. Вот, такая реакция. Ну, я не балдею с такой реакцией, поверьте. Поэтому я понимаю, что если я еще и в лосинок взял, припреду, это будет пиздец, конечно. Америкосы, да, америкосы, наверное, так не делают. Я в ноль никогда не уходил по углям. Вот тебе вот мое мнение. Не знаю, все зависит от здоровья насчет Джексона. У него и так его, по-моему, намного больше, чем у всех остальных. Ну, Святослав, я тоже, он, конечно, классный Леврон, но, честно, блядь, я посмотрел его новые видео в Инстаграме, нет, он не составит конкуренцию тем, кто сейчас там есть. По крайней мере, я видел, ну, то есть, по объемам не составит. Ноги там видно, даже в штанах ноги не тех объемов. Ну, время, конечно, есть, безусловно, да. Естественно, он еще добавит. Мы же говорим про настоящий момент, про вот прямо сейчас. Вот я говорю, вот прямо сейчас, я смотрел его фотографии, я говорю, нет, сейчас он не составит конкуренцию. Пожалуйста, за все, давай, пока. Ну, конечно, вы поймите, в организме обменные процессы в таком возрасте уже идут по-другому. Здорово, круто выглядеть, да, можно. А составлять конкуренцию, ну, молодым ребятам по 30-35 лет, которые на пике на своем находятся, блядь, это очень сложно. Ну, практически невозможно. Ну, это как, блядь, знаете, новая машина и старая машина, блядь. Новая все равно будет ехать лучше. Да не, ну, какой Фил, вы что, о чем вы говорите, Филу хиту конкуренцию составит? Нет, конечно, нет. Фил сейчас, блядь, в своем, как бы, ну, в своих пиковых кондициях, блядь. У него тот возраст, в который все показывают лучший результат. Вот если взять Леврона бы в том возрасте, да, тогда, блядь, и сопоставить, да, тогда было бы интересно. А так, ну, понятно, что, как бы, ну, это несопоставимо уже. Просто возрастной предел, он не даст сделать то, что нужно. В свои лучшие годы, конечно, составил бы, он был нереально крутой. В девяносто восьмом году это вот был, на мой взгляд, пик Леврона. Меня не бесит, мне нравится Филхит, не вижу ничего плохого в нем абсолютно. Уверенный в себе, блядь, человек, абсолютно. Абсолютно уверенный, блядь, в своих силах человек. Таким и должен быть спортсмен. Почему он, блядь, должен, нахуй, все время делать вид, что он неуверенный, блядь. Ныть там что-то постоянно, а, блядь, как Кай Грин там этот образ, блядь, свой создал. А, эти пидорасы, а эти гондоны, меня все не любят, а я такой хороший. Живу, блядь, в какой-то, нахуй, нищебродской квартирке. А, ну, конечно, блядь, и, нахуй, с гонорарами в миллион долларов, блядь, в нищебродской квартирке. Да смешно. По философии, по тому, какой должен быть бодибилдер, блядь, по тому, как он должен жить, блядь, по тому, какой пример он должен нести. Самый лучший, да, был Ронни Колман. Во всех отношениях. Лучший спортсмен, лучшая философия, блядь, лучшее, блядь, восприятие его как человека. Блядь, ну, вы же видите, он добрый. Он реально добрый. Он, блядь, душевный очень дядька. Он не охуевший, не возвышенный, блядь, не надменный, блядь. Ну, в нем ничего этого нет. Видно, что человек набожный, из другой совершенно среды, из другой семьи, блядь. Все иначе, все по-другому. Поэтому на Колмана, блядь, надо равняться, а не на кого-то еще. Не было таких, и нету таких, блядь. И хуй его знает, когда такие будут. Ни по генетике, ни по мировоззрению, блядь, ни почему. Если взять Филла Хита, он, если честно, напоминает Арнольда. Вот, да? То есть, Арнольд был, блядь, реально очень уверенный в себе человек. И, то есть, он, когда выходил на соревнования, он уже, как бы, выходил, типа, а-ля я всех победил. Вот, если вы это обращали внимание, когда смотрели, качая железо, вот это вот все, да? В Филле Хите есть то же самое. Он такой, типа, все говно, а я лучший. Нормальная философия. Для спортсмена-чемпиона нормальная философия, абсолютно. Но философия Рони Коллмана все равно мне больше нравится. Там никогда не было вот такой самоуверенности. Он всегда ебашил. Вот, и как-то не знаю. Ну, нравится просто мне больше, и все. Он всегда для меня как пример был. Я и даже когда на диете сижу, я, ну, вот там, когда остается до соревнований немного, я вот, блядь, заряжаюсь его видосами, как он, там, за несколько недель до соревнований, как вот он сидит, ест, тренируется, блядь. Он так в себя уходит. Он, ну, настолько отрекается. Это, конечно, другой человек. Вообще другой просто. Ничего не скажу по Федорову. Да, с моего окружения юзали. Я сам нет. Флекс, да, Флекс был тоже, товарищ, такой себе на уме. В порядке был. Про Беграме вы говорили, выставили фотки. Я видел фотки. Ну, огромный, что тут говорить, огромный. Ну, в принципе, это, блядь, все, что можно сказать. Я вот посмотрел там фотку, да, у него вроде, ну, в руках, да, вы видели на двойнике глубина такая, ну, вот. А в ногах-то глубины нет вообще. Он сухой, а глубины в ногах нет вообще. Они вообще не разваливаются нихуя. То есть, такие гигантские, блядь, окорока, а глубины в этих окороках, блядь, все равно нет. Они не проваливаются у него. Да, ну, что, ну, смысл, понимаешь, то, что там перегонит, не перегонит по объемам, блядь. Посмотрите пиковые времена Рони Колмана, вот его лучшие формы. Блядь, ну, как можно сравнивать? Там детализация мышц, там, блядь, все волокна видно. Не будет он таким, как Рони. Это разная генетика. Просто разная генетика и все. Он будет больше, он, может быть, и будет больше, но он таким не будет. По качеству никогда. А так, конечно, Рами, да, он уникальный, блядь, спортсмен. Уникальный. И Рами, да, блядь, там же я много где читал, писали, что, да, чувак очень такой, как ребенок, очень добрый. Ноги, это не только генетика, ноги, это ибический труд. Нет спортсменов, у которых, блядь, ноги, блядь, большие, очень большие, да, и при этом, блядь, эти ноги вырастают сами. Нихуя они не вырастают сами. Ну, меня нельзя вставить в один ряд с этими людьми, вообще никак. Пока я не выйду на этот уровень. Если мне удастся выйти на этот уровень, блядь, тогда и можно это обсуждать. Хотя так, рано. Шавком все в сравнении познается. Да, Винклер мне понравился, он улучшился, да. Спасибо, спасибо, я очень постараюсь. Я думаю, что не каждый может выйти на такой уровень, нет, к сожалению, не каждый. Это уже совсем, как бы, высокий такой уровень, блядь, это, ну, это единицы. ДНП того не стоит, нет, бред, даже не вздумайте. Ладно, пацаны, я, наверное, немножко подремлю. Нет, у меня не были большие икры. Сегодня, да, странно, что-то Домру сегодня почти не налажал, да. Давайте потом, как-то, загляну к вам еще. Пока-пока.